И всем привет, ребят! С вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре один замечательный корпус и пушка, с которой я уже играл и не раз с различными дронами. Но сейчас, как вы знаете, у нас появился кризис и я, конечно же, не могу упустить из вида этот замечательный корпус. Это корпус Мамонт, это пушка Изида и сегодня мы на этой жесткой нагибаторской комбинации вместе с вами попробуем посмотреть, поиграть и я надеюсь очень неплохо понагибать. На Мамонт у меня пока что стоит утяжеление, если вдруг будет меня кто-то бесить в матчмейкинге, то мы, может быть, его поменяем, но комбинация очень интересная. Изида, конечно же, с вампиризмом. Ну и кризис. По режимам сегодня мы точно сыграем регби и сыграем штурм за атаку. За атаку, наверное, придется опять, как всегда, чуть-чуть поподпикивать. Но это те два режима, которые идеально подходят под Мамонта сосочку. И вообще Мамонт мне в последнее время в таких кондициях очень и очень нравится, поэтому я надеюсь, что у нас сегодня вместе с таким замечательным дроном, как кризис, получится очень интересная заруба. Запикивает меня на песок, на песок регби. Это одна, наверное, из самых лучших карт для этого корпуса. И пробуем, пробуем, пробуем. Пробуем лететь, кукурузить. С кризисом в моментах, наверное, нужно будет быстро переключаться на ДАшку, ДДшку. Но за счет того, что у меня есть изида, может быть, мне и ДДшки будет достаточно, чтобы просто уничтожать оппонента. По ситуации сейчас посмотрим. Против, я так понимаю, нос группу запикивает. Играет группа на чем? На паладинах, да, я так понимаю? Да, на паладинах. Ну, мне главное, короче, дожить до своего овердрайва. Я думаю, что когда у меня будет овер, у меня уже будут очень хорошие шансы на доставку. Поэтому сейчас наша задача просто держаться где-то рядом с мячом. Овердрайв на мамоте довольно быстро копится. И потом уже будем врываться и стараться разваливать. Противник уже взял сразу два резиста от изиды. Ну и вообще сейчас резистов от соски довольно много в матчмейкинге, поэтому это, наверное, не удивление. Но главная задача это тут попробовать красиво подоставлять за счет своего замечательного овердрайва на мамонте. У противника довольно большое количество ближнебойных пушек, поэтому я думаю, что особо проблем в этом плане у нас не должно быть. Жмем не трус респа, подбираем. У меня 80% овердрайва. Здесь, конечно, паладином хочет молодой человек меня понаваливать. Нажмем ддшку, но, к сожалению, меня здесь арта ваншотит. 90% овера. Вот сейчас, короче, уже под оверку надо будет аккуратно подъехать и постараться вжать в тайминг. Овердрайв и доставить. Если сейчас все это дело получится, то будет супер. У тиммейта было подавление, но он его почему-то... Ой, подавление овердрайв был. Он мог его прожать в тайминг и было бы очень даже круто. Но он почему-то этого не сделал. Может быть, сейчас нажмет? Нет, сейчас тоже пока что не жмет. Странное, если честное, решение. До сих пор, друзья, мне моментами очень сильно подвешивает этот нулевой урон. Вы знаете, как я к нему отношусь. Но сейчас у меня есть мяч. И, может быть, тиммейт сейчас прожмет оверку. А, у нее Крусейдер. А почему мне показалось, что у нее не Крусейдер, а у него... У него паладин. Ой. Блин, ну это овердрайв такой себе, если честно, был. Я думал, что я там поживу подольше. Поинтереснее будет все это дело смотреться. Но пока довольно тяжело. Пока довольно тяжело, я вам скажу честно. На ловкаче, может быть, даже у меня бы получалось больше моментов создавать. Но пробуем. Но пробуем, пробуем. Пока что пробуем. Что-то мне казалось, что у меня тиммейт играет непосредственно на паладине, а не на Крусейдере. А вот против паладина сейчас будет очень тяжело. Сейчас этот тип будет нас стараться просто уносить. У него есть овердрайв. У него есть тайминг. И это похоже на то, что сейчас у него будет доставка. Еще и Хантер прожимает овер в тайминг. Идеально работает противник. И у них получается очень хорошая, быстрая доставка. Блин, ну как-то так. Как-то так. У меня сейчас иммунитет, кстати, стоит на корпус от... Ой, вернее, не иммунитет у меня стоит. У меня стоит на мамонт. Утяжеление. Я думаю, что надо взять иммунитет от пробития. Там и... Замечательный корпус. Паладин пробитие это дает. И... Вообще, в принципе, урон наваливается такой жесткий. Плотно. Так. Там еще кто... У кого-то устройство есть. С... 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 Как-то пожить... Тяжело. Тяжело. Пока что тяжело. Пока не могу найти момента. Ну, мы будем искать. Будем сейчас искать. Здесь еще ворвемся. Есть викинг у нас с овердрайвом. Может быть, сейчас он прожмет овердрайв. Нет. Не будет. Пока что не жмет. Харек скидывает просто мяч в киллзону. Играет противник довольно аккуратно. Хорошо. Окей, ничего страшного. В этом нету. А, он не скинул в киллзону. Он скинул на тиммейта. О, так это вообще шикарно. Давай, давай, давай. Тогда везем. Тогда везем. Тогда везем. У меня есть овер. У меня есть овер. Надо ехать. Ах, рельса овер прожрал. Обидно. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного, в принципе, не произошло. Сейчас главное нам мяч отбить. И попробовать доставить. А, так я у них понимаю, вообще три типа, да, в группе играет. Да, вот это походу Орната. Магнум тоже в группе играет с этими ребятами. Так, сейчас у нас есть тайминг. Шикарный. На доставочку. Жмем нетрус респам. И газуем, 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 газуем. Сейчас мы на подборе сыграть. Оп. Ай-яй-яй. А мне расходку опять отрубили? О, боже. У меня рельса отключила в этот же тайминг расходку. Офигеть. Жесть. Ну, сейчас было, конечно, неприятно. Так. Рельса, конечно, которая расходку отключает. Это очень жесткая тема. У меня сейчас, конечно, чуть не свезло. Чуть-чуть не свезло. Так, пробуем наносить. Сейчас у паладина опять будет с хантером овердрайв в один тайминг. И опять у нас будут большие проблемы. Каждый их овердрайв, это может быть доставка. Поэтому тяжеловато. Но у нас есть Вика Фрис с овером. Он, по идее, тоже может нормально врываться. Может нормально врываться и наносить урон. Но для этого нам надо что-то здесь придумывать. Что-то придумывать. Мамонт пока что не работает. Пока что не работает. Вообще никак не работает. Очень тяжело. Очень-очень-очень тяжело. Может быть, есть смысл... Не. Теслу, ладно. Теслу нет смысла брать. Так, паладина опять овердрайв. Пытаюсь я закрыть теперь его. О, хорошо. Мы его унесли. Шикарно. Здесь Викинг прожимает овер. Очень неплохо. Так, ну а как мне доставлять? Вот это большой вопрос. Как мне доставлять? Как мне делать здесь доставку? Когда у противника есть рельса Сэмми. Который меня будет просто отключать. На тиммейта перекидываю мяч. Может у него есть какой-то шанс на доставку? У нас вроде команда неплохая. Может врываться в тайминг. Под доставочку. Если бы кто-то просто чистил бы ее. Может и у меня даже был бы шанс на доставку. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Фух. Я уже думаю, сейчас доставить так легко. Так, пробуем. Через лево. Разыгрываем. Уносим. Хорошо. Хантера Фриза. Тоже надо схавать по Берику. По Шурику. Но я его не сливаю. Овердрайв. Нас тиммейт прожимает. Но это было чуть поздно. Это было чуть-чуть поздно. Тяжело. Тяжело. Очень тяжело. Да. Кризис не работает против этих ребят. Когда они играют довольно плотно и близко. То кризис очень-очень трудно реализуемый. Но мы не унываем. Прожимая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Даже тут я упал в минус. Боже мой. Блин. Ну, был хороший, если честно, тайминг под доставку. Если так чисто между нами сказать этот момент. Но, к сожалению, я не доставил. Так, заходит у нас какой-то паладинчик. Паладинчик это всегда интересно. К слову. Например, мамонт бы мой под паладином был бы вообще идеален. Противник нажал овердрайв спецом, чтобы у него появился овер. Найс, тема. Ой, блин. Я не хотел в киллзону кидать. А, я хотел вперёд просто накинуть. Блин, ну пока тяжело. Очень тяжело. Хоть и счёт 1-0. И у нас есть, в принципе, шанс на камбэчную. Но мои овердрайвы пока не реализуются. И как их правильно, грамотно реализовать в этом бою, я пока что... Пока что не придумал. Так, давайте быстро схаваем хантера. Хорошо. Так, теперь вот этого надо паладина сожрать. Надо жрать паладина. Давай, 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 давай. Хорошо, у него уже хп мало. Без аптечки оставил. Так, охарёк летит на доставку. Ну, хорька шансов доставить здесь не будет. Это 100%. Мы его здесь точно принимаем. Так, мяч у меня. Хорошо. Так, хантер с овердрайвом. Хорошо. Поехали. Поехали, поехали. Там право паладин с овером. Разыгрываем через лево. Через лево летим. У меня ещё прилетает арта в лобешник. Жёстко, плотная. Так, пробуем схавать хантера. Хантера фреза. Хорошо. Помогает митимейт. Ну и главное, чтобы сейчас наши ребята тоже здесь пожили. Сейчас пожили, пожили. Не дали доставку. Куда? Да, нет. Ну, такие простые доставки нельзя отдавать. Ну, вы чего. У нас же был там слева страйкер. Как мы дали такую простую доставку. 2-0 в такой катке. Это уже очень сложно. Это уже очень сложно. Потому что у паладина вражеского и у хантера есть овердрайв. Я бы сказал, что это, ну, не конечное, конечно, ещё. Но это очень-очень сильно неприятно. И пока что из моей мамонта и зиды ровным счётом не получилось ничего. То есть, здесь у нас более-менее хороший противник. Он начинает контрить кризиса. И всё, кризис перестаёт работать. Это всегда так оно было. Есть и будет. И если, например, вот в таком бою сравнивать кризисы и ловкача, ловкач показал бы себя, мне кажется, поинтересней. Но я, наверное, просто не был готов к тому, что будет у нас такая команда, в которой не будет, например, типа, который сможет их уносить. То есть, если тебе надо именно добывать урон, а не скорость и быстроту своих доставок, то, понятное дело, что здесь ловкач был бы намного-намного жёстче. Так, ну, у нас вроде как, вроде как, как по мне, команда неплохая. И шансы у нас должны быть. Вот, например, на эту доставку. Паладин. А, Паладина стопит. Окей, понял. Хорошо. Антера овердрайв мы сливаем. И, кстати, у этого Паладина тоже овердрайв прошёл. Четыре минуты. Четыре минуты. Четыре минуты. Наш Паладин овердрайв ещё не прожимал. У него подавление пока что. У меня есть овер. И вот сейчас это, наверное, один из самых лучших таймингов, чтобы мы доставили. Если Паладин сейчас прожмёт. Да, мне надо ворваться. Мне надо сейчас ворваться. С контентом. С контентом. С контентом! Ай, всё равно меня, видите, схавало. Ну, ворваться-то я ворвался. Ну, может, нам на ДАшечку надо было быстро переключиться. Мне всегда хочется, чтобы у меня скорость была в таком моменте очень большая. Слить-то я их слил, а дальше ничего придумать я уже не смог. Хотя и Паладин овердрайв там в тайминг сжимал. Пожить бы, например, чтобы Паладин прожал овер и рядом со мной жил бы. И я в этот момент бы, например, на доставочку урывался. Вот это было бы, наверное, жёстко. Если бы такой тайминг у нас попался. А так, конечно, очень и очень тяжело. Как мне тут придумать доставочку? Есть тиммейт. Есть тиммейт. Есть тиммейт. Расчищает тиммейтик. Пробуем сейчас через право. Нет, мне просто отключают расходку. Ну, к этому, наверное, к такой катке, к такому сопротивлению меня жизнь не готовила. Скажу вам честно. Да. Довольно тяжело. Довольно тяжело. Ну и команда у нас такая. Менее серьёзная, конечно. На команду не хочу ничего скидывать. Ну, анлучка. Анлучка. Ещё 70%. Ещё как минимум один овердрайв мы прожмём. Ещё как минимум одна попытка у нас пробная, хорошая будет. Может быть, что-то у нас ещё получится. Противника у на паладине есть овер. И это, кстати, очень плохо. У неё есть шанс на доставку. Лаксерва. Но у неё есть шанс на доставку. И Хантера есть овер. Хантера есть овер, но он не срабатывает. Хантер овердрайв. Максимум выигрываю времени. За счёт большого и толстого своего корпуса. Ну, всё, что мог, я выиграл. Дальше. Дальше моя команда даёт противнику доставить. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то, как-то, как-то. Вот так. Сотка есть. 4-0. Летим. Выставить бы хотя бы один. Было бы хоть не так прискорбно, если честно. Было бы хоть не так прискорбно, если хоть один бы я тут доставил. А то проигрывать в ноль. Это как-то даже грустно. Это как-то даже грустно. Хоть бы одну доставочку бы оформить. Контентовую. Давайте попробуем. Вот тут придумать. С доставочкой. Паладинчик не хочет овер прожать? Вот здесь он сейчас бы нажал овер. Жми, брат. Жми. Жми. Ясно, я понял. Вот так вот. Вот так вот играют наши тиммейты. О, кстати, подождите, 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 подождите. Да, хорош, чел. Жесткий. Красавчик. Он молодец. Вот так я думал, что мы будем разыгрывать все доставки, если у меня в команде будет паладин. Жесткий тип. Красава. Я думал, что мы будем разыгрывать так все доставки. Но, к сожалению, моему получилось доставить только один. Да, и как я уже сказал, ловкач бы тут смотрелся бы поинтереснее за счет того, что я могу прожать бы всю расходку. При том, что мне надо хп, а не скорость в каких-то таймингах. Но так, конечно, под паладином можно и на ДА-шке с овером проехаться и просто доставить. Это вообще не сложно. Ну, вообще просто. Ни капельки не сложно. Ты просто оформляешь доставочку. И нормально. На кайфе. На кайфе летишь за следующим мечом. Потом опять ждешь овердрайва своего, овердрайва паладина. И делаешь еще доставку, 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 доставку. И все. Это будет работать просто как часы. Но! Паладин у нас появился довольно-таки поздно. Каточку мы проигрываем, к сожалению. Но ничего страшного. Ничего страшного. Пикаем штурм. Надеюсь на атаку. Надеюсь на хорошую карту. И смотрим, что у нас здесь будет получаться. Как наша мамонтовая толстая кукуруза будет лететь. Если я за деф закидываю, то... Ух! Ух! Вот это ката! Даже с первого раза сразу за атаку. Супер! 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 Противник сейчас тоже будет, я так понимаю, группа какая-то. Но ничего страшного. Будем пробовать доставлять. Есть уже подворчик хороший. Работаем. Опа! У него уже овердрайв. Вот это я не понял сейчас прикола. А мы на дэшечку. Оп! И нормально на кукурузе. Хорошо. Первая доставка есть. Супер! Супер! Кстати, что касаемо хпшки. Вы наносите паладину, который даже под овером, все равно всегда стабильный большой урон. За счет того, что у вас уедины критических уронов нету. Это в твоем роде не контрится. Не контрится. Не контрится. Поэтому залетаем на движ. Залетаем на движ Париж. Хорошо, хорошо, хорошо. Толкаем, толкаем, толкаем. Потихонечку кукурузе. И доставочку вторую оформляем. Супер! Супер! Пока все идет почти по плану. Пока что все идет великолепно. И сейчас у меня еще будет поскорее все под эту доставку уже овердрайв. И мы должны еще одну доставочку оформлять. 91% Да, тиммейт на подборе не работает. Овердрайв у меня должен появляться. А может после этой доставки? А по идее, наверное, эту доставку смогу и так оформить. Или не смогу? Не, не смогу. К сожалению, не смогу. Поэтому овердрайв даем. И доставляем. Шикарно. Это уже третий. Это уже третий. О, команда начала тоже ставить. Это хорошо, хорошо. Ну, вот здесь, конечно, мамонт с кризисом. Это просто одно удовольствие. Смотреть, насколько грамотно все может получаться. Ой, я даже пролез. Ничего себе. Я думал, что моя толстая кукуруза даже там не пролезет. Так, пробуем доставлять. Мне, наверное, даже здесь лучше утяжеление взять. Здесь лучше утяжеление взять. Здесь с утяжелением у меня будет намного больше возможностей растолкать типов. Поэтому, ну да, там и устройств таких нет. Которые меня могут контрить. Поэтому возьмем мамонта тяжелого. Возьмем мамонта тяжелого. Поделся. Да, супер. Все, полетели, полетели, полетели. У нас пока близкая катка. Команда, ну, как-то не очень, если честно, хочет выигрывать. Мне печально, наверное, об этом говорить. Но как есть, так есть. Будем пробовать. Будем пробовать своими силами что-то здесь доставлять. Оп, тиммейт доставил. Хорош. На ДАшечку переключились. Доставочку оформили. А, вон, кстати. Я одно устройство не заметил, что там на Тесле. От пробития Тесла быстрое. Ну ладно. Ничего страшного. Главное, чтобы наши тиммейты ставили. И тогда у нас шансов на победу будет намного, намного больше. Уже, в принципе, неплохо я доставил. Но нам надо продолжать. Продолжать. Обязательно продолжать. Продолжать оформлять доставки. И еще одна доставочка есть. Есть овердрайв, но я его лучше оставлю. Я его лучше оставлю на следующий заход. Ой-ой-ой, как там Хантер мог тоже доставить. Но у него чуть не получилось. Так, сейчас мы ворвемся. Ворвемся с контентом. Можно даже, наверное, просто даже на ДАшку не переходить. Сейчас главное аккуратненько заехать. Бачком дать. Меня не заметили. А, да тут никого-то особо и нету. Оп. Оп. Оп-оп. 420. 424 минуты. Супер. Супер. Васпик с бомбочкой бы тоже тут хорошо бы смотрелся. Но у нас сегодня мамонтези, да? Работаем, ребяточки. Работаем. 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 Врываемся, врываемся. Ток-ток-ток. Бо, если честно, я очень давно хотел, чтобы у меня был кризис. Чтобы я вот в таких катках мог просто залетать. И оформлять такие доставочки. Настолько удовольствия много получаю, когда вот на мамонте так летишь на кукурузе этой здоровой. Мне очень нравится. Если, друзья, кто-то на мамонте не играл с кризисом, то вы обязательно поиграете. Это прямо очень крутая тема. Надеюсь, что вы получите примерно такие же эмоции. Так, мяч появляется. О, мяч, говорю, флаг появляется. Но у нас уже счет 60-55. Счет становится очень близкий. Так, есть неплохой тайминг для нашего тиммейта. Он доставляет. Это хорошо. Теперь моя очередь доставки. Оп, тиммейт. Еще один доставляет. Супер. Пошло. Пошла жаришка. Пошла жаришка. Пошла жаришечка. Еще я доставляю. Пятьсоточка у меня уже. Хорошо, хорошо. И на победку идем, к слову. На победку мы идем. Это очень хорошо. Сейчас увердрайв у нас... Ну, наверное, после этой доставки будет, если я сейчас поставлю. Но пока, знаете, нет такого тайминга, чтобы я влетел. И под овером очень-очень много типов слил. То есть, как-то такого тайминга прям я до сих пор жесткого не поймал. Так, но у нас есть мамонт тяжелый. Мы должны толкать. Мы должны толкать! Офигеть. Это что там тоже? Капитан тяжелый. Нет, тяжелых там нет. Как это я вообще не толкнул? По идее, должен толкать на своем толстичке большом. Так, наш тиммейт доставит. Если доставит, то я еще один оформлю. Красивый. Увозик. Увозик красивый. 95. Давай, 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 давай. Хороший. Красавчик. Будет сейчас овердрайв. Если вдруг меня кто-то захочет законтрить, я им сразу покажу. Мою толстую контентовую темочку. Оп, вот так. Вот так вот. Вот так могу. И вот так могу. И в доставку могу въехать. Ой-ой-ой-ой. Блин, конечно, вот так переключаться. Это прямо вообще на ДА-шку. Потом не трудно. ДА-шка не тра. ДА-шка не тра. Ух, жестко, жестко, жестко. Так. Не бери, не бери, друг. Ну не бери. Ну зачем ты берешь, дружаня? F нажми. Ну это мульт какой-то. Ну это реально какой-то мульт. Мам, зачем он подбирал? Чем этот мульт подобрал? Из-за этого мульта мне теперь надо ехать на другой флаг. А на другом флаге сейчас еще кто-нибудь другой подберет. Нет? Подбирать никто не будет? Ладно. Ну у нас какой-то мульт. Откровенно говоря. Пантер. Овердрайву прожал. Был вообще идеально. Но овердрайв он не прожимает. Я еду, 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 еду. Ой-ой-ой. ХП, ХП, ХП. Блин, сейчас бы ХПшечка подъехала бы. Можно было бы доставить. Но, к сожалению, чуть-чуть ХПшечки не хватило мне. Но мы ведем. 8.86 для 7 минут. Хорошо, пока штукатка для нас складывается. Стараемся, стараемся. Вылетать. Номердрайва у меня пока что не будет. Надо эту доставочку как-то оформлять. Своими силами. Здесь, скорее всего, меня с этой зоны контрить не должны. Ой-ой-ой. А, ой-ой, Хоппер, ты чего? Паперочек. Ты чего так вылетаешь? Хоппер. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, тут уже тяжеловато. Сейчас будет концовочка, я чувствую. Такая тяжеленькая будет. Сейчас вроде как тиммейты начинают что-то, что-то контролировать. Доставка. Это у моего, да? Будет флага доставка или нет? Друг, ну не толкай, пожалуйста. Зачем ты это делаешь? Да. Поехали. А, это опять этот Хоппер вез. 80% овердрайва. Если сейчас я не доставляю, то с следующего захода у меня уже овер должен быть. Мам, у вас по фриз с шоком за деф. Нормально тип играет? У вас по фриз с шоком за деф. Мам, найс сочетание. Найс подборчик у тиммейта. Ой, у тиммейта, я говорю, у противника. Так, давайте отсюда заедем. На уверенном влетаем. 95% овердрайва, меня не видят. Меня не видят, меня не видят. Я никого не вижу и я доставляю. Супер, хорошо, супер, хорошо. Очень хорошо. Так, и сейчас нам надо еще пару доставок оформить. Еще пару доставок оформить. Знаете, вот после той катки регби, о чем подумал? Если, например, у вас есть мамонт с кризисом и есть паладин с кризисом, паладин овердрайв прожимает, мамонт добавляет овера. Это вообще, мне кажется, неубиваемая кабина. Ну, так вот, если просто задуматься. Мне кажется, что это очень жесткая тема. Как вы считаете? Как вы считаете? Что вы думаете по этому поводу? Доставочку оформляем. Хорошо. Врываемся. Еще одного типа забираем сверху. Блин, ну, круто, 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 круто. Всегда надо еще, друзья, в таких боях контролировать резисты от Эзиды и резисты от Теслы. Если, например, резистов от Теслы мало, то можно и Теслу брать на мамонте. Она будет тоже очень хорошо дамажить. Может быть, даже в этой катке. Если бы я играл бы на Тесле, то она была бы поактуальнее. Но, ладно, я уже переодеваться не буду, раз мы уже на мамонта Эзиде суетим. То суетим на ней уже, давайте, до конца. Ничего не меняем. Но, мы уже, к слову, начинаем проигрывать. Мы уже начинаем проигрывать. И это, конечно, очень и очень плохо. Нам нужны доставки. А тиммейты ставить будут? Алло, тиммейты. Тиммейты, вы будете ставить что-то сегодня? Антер врывается в доставку, но не доставляет. Плохо. Вся доставка чистится. У меня есть отличный шанс на доставочку. Да, я свою доставочку оформляю. Наш тиммейт оформляет тоже еще одну доставочку. И противников довольно плотно начинают фокусить. Но нам надо еще три флага. Три флага, три флага. Противников киллов примерно столько же уже под конец. Нам надо, чтобы я доставил, чтобы еще кто-то из моих тиммейтов доставил обязательно. Если кто-то из моих тиммейтов доставит, то будут шансы на победу в этой катке. Будут шансы на победку. Так, хорошо. Влетаю, доставляю. Супер. Но нам надо еще. Нам надо еще. У меня есть овер. У меня есть овер. Ладно. У меня будет шанс, наверное, на еще одну доставку. Мне так кажется. Но... Но три доставки я, скорее всего, не оформлю. Три доставки я, скорее всего, не оформлю. Мамонт, конечно, на врыве. Это просто тема жесткая. Давайте такую сейчас траекторию интересную покажу. Чтобы на верочку доставить. Кантер у меня под овером. Оп. Бомбочка. Хорошо. Супер. Суетим. 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 Оп. Поворотик. Оп. Поворотик. Оп. Добавка. Хорошо. Дабл доставка. Супер. Победа. Есть. Есть же. Есть же. Есть же. Очень хорошо. Очень хорошо. Ворвались мы с тиммейтом. И тысячоночку я своих очков набил. Ну, что я вам могу сказать? Вот такая вот она. Мамонта. Изитка. С кризисом. Первый бой, конечно, ну, тяжелый. Тяжелый был, да. И сравнивать, что лучше, кризис или лавкач. Я вам могу сказать так. Если в катке вас реально жестко прессуют и контрят, как, например, было в первом бою, да, и у меня там особой помощи не было, то, наверное, лавкач бы показал себя интереснее. А вот в таких боях, где надо быстро преодолеть дистанцию, например, как вот сейчас было на штурме за атаку, и где я просто перед доставкой могу прожать ДАшку, у меня супер ДАшка, прожать овердрайв и дать контенту, то кризис вообще идеально работает. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Поэтому пишите, что мне протестировать дальше. Может быть, с кризисом. Какие-то интересные сочетания вы бы хотели увидеть. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Но у меня на этом все. Всем удачи и всем пока.